Люберецкие боксеры отметили двойной юбилей. 30 лет клубу бокса «Спартак» и 20 лет федерации. Торжественное собрание прошло в культурно-досуговом центре «Офицерское собрание», где собрался весь цвет боксерского сообщества. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Ежегодно в Люберцах проходят десятки соревнований по боксу. 33 года – турнир класса А, посвященный мастерам спорта Юрию Капитонову и Владимиру Кузину. В 2024 проведут юбилейный 30-й турнир памяти Виталия Островерхова. Эти соревнования объединяют сотни спортсменов со всей страны. Вроде это самое начало, но это уже такой богатый опыт. И что в «Спартаке», что в «Люберецкой федерации бокса». Если взять юноши, юниоры, взрослые, я имею в виду девочки, женщины, боксеры. У нас очень хорошо идет Московская область. Есть чемпионы мира. Понятно, нет еще олимпийских чемпионов. Но я думаю, в будущем все это будет. Самое главное – хорошая команда, хороший коллектив. Мы идем к своей намеченной цели. Сегодня «Люберецкие боксеры» сменили экипировку на деловые костюмы. На торжество собрались почетные гости, ветераны спорта, тренеры, а также воспитанники и выпускники «Люберецкой школы бокса», которая им дала путевку в жизнь. «Драться, боксировать научился, за себя поставить научился, уважать, ценить старших тренеров в первую очередь научился, защищать дам младших слабых научился. В одном слое бокса столько всего нас учат. Ну и самое главное, я думаю, что по всей России, даже по части мира, очень нашел много друзей. В России много раз выигрывал международные турниры, на Кубу. По всему миру ездили много, где еще было». Люберецкие боксеры постоянно пополняют ряды сборных команд Московской области и России, представляют округ на международных соревнованиях и всегда возвращаются с наградами. «Конечно, Люберецкий бокс процветает, много мастеров спорта, такая очень хорошая тенденция, и чемпионы России есть, и чемпионы Европы есть, совершенно потрясающие тренеры. Ну, конечно, боксировать, драться только на ринге, только в спортзале. Это такое всеобщее пожелание. И с этого пожелания началась первая тренировка, когда я пришел в бокс с пацаном. Первое, что тренер сказал, «Здесь мы не учимся драться, бокс – это искусство». И у меня это отложилось на всю жизнь. «Кто остались только русские, 40 стараков, кого же нам бояться братья, как достали бог? Сородненькую, мадушку, станем всех горой. Куси, дом, на нашей стороне добро. Если полюбили мы, то вернем до конца. Русский боец, сын своего отца!» Поздравить люберецких боксеров приехал Рома Жиган. Рэпер с детства тоже увлекался боксом. А теперь без его выступления не обходится ни одно открытие всероссийских соревнований памяти Кузина и Капитонова. «Бокс – это спорт сильных, настоящих, крепких русских мужчин. Здесь до сих пор жив тот уклад, о котором я читаю в песне. Люберецким пацанам посвящается мужской стержень, достоинство, честь. Сказанное слово – это не просто воздух. Сказанные слова – это проверяется на делах. Это в Люберцах, ребят. Обожаю этот город, обожаю этих людей. Мы всегда вместе, всегда рядом. Быть добру». В округе боксом занимаются 500 человек. Оставить свой след в истории люберецкого бокса может каждый из них. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.